Гэта дом побудована на пауна недзе адразу пасля Великой Ченны Вайны. Некалі тут гучаў дитяшы смех, а адароста вялі серьёзные размовы. Але минуў час і зарасу гэта хаці ўжо ніхто не живе, як ніхто не збирае яблыки з дрывы, які растуть на некалі прасядзебном участку. Увагу на таке пабудовы звернули па некаких причинах. Па-перше, яны основным даровляны, а таму праставляць реальну пажарную небезпеку для ўсёй вёске, а праўчатаго на прасядзебных участках, як правило, высокоякосная глеба. При утягнені таких земель ўсё в оборот, на их можна отрэмливаць высокі враджаи. Усовзі з чым сродки, які укладываюцца ўснос старых домов і доброупарадку ўнё участку, пакупаюцца досадкова хуткам. Наряду со сносом мы вовлекаем землю в хозяйственный оборот. То есть те земли, которые освободились после сноса, мы находим им новых хозяев. И вот за прошлый год порядка 2,5 тысяч гектаров земель подобных в населённых пунктах мы передали новым землепользователям после сноса домов. Яшчедин резерв для повеличения урожаев хмызняк і дикая рослины, які знаходяться непосредственно на сельскохосподарших землях. Правда, тольких звичайным высеканням проблема варшается незавсёды. У некоторых выпадках необходны достатково знашные сродки для модернизации милиаративных систем, от работы яких у знашной ступени задержит стан земель. А про это больше эффективно можно выкрасить территории, занятые былыми колгасными садами. Зручно для сбора плодов низкорослые древы мают невеликий термин эксплуатации и годов 15-17 урожаю уже, звичайно, не дают, хоть и знаходяться на высокоуродливой глибе. Если корчуется сад, то вообще по технологии на этом же месте сад не рекомендуется садить. Но, как правило, сады в свои времена именно высаживали на высокобальных плодородных землях. Мероприятия такие проводятся на тех землях, которые, конечно, пригодны для дальнейшего использования в сельскохозяйственном производстве. Работы по утягнению земель у сельскохозяйственного оборота на Гомельшине идут с самого початка года. Ближе до весны этой территории передадут господаркам для працовки и селбы культур. Олег Синчеров, Валерий Капанько, телерадиокомпания Гомель, Добрский район.